Каждый из нас хотя бы один раз в своей жизни пытался что-либо изменить. И, насмотревшись мотивационных мотиваций, на ночь глядя, особенно если там у мужчин бывает такое, что выпил полторашку пива, побежал сразу отжиматься. Но в чем, собственно, заключается проблема? Проблема вся в том, что при попытке добавить в свою жизнь чего-то нового и полезного, мы пытаемся сразу и оптом добавить огромное количество новых увлечений, занятий и каких-то полезных вещей. Сегодня мы с вами побеседуем о том, почему зачастую попытки изменить свою жизнь и начать ее жить как-то по-новому терпят фиаск. И что нам сделать в первые 30 дней, если мы действительно хотим измениться, изменить свое отношение к жизни или, если сказать максимально пафосно, ментально эволюционировать. Поставь лайк этому видео и погнали в новую жизнь. С какой проблемой сталкиваемся мы чаще всего? Основной плац людей, около 80%, сходят с дистанции новой жизни уже спустя 3 дня. И это дело далеко не в мотивации и вдохновении, причины кроются совсем в другом. Любое на первый взгляд правильное и рациональное решение, начать бегать с утра, худеть, изучать языки, идти работать со специалистом, психологу, коучу и прочее, оно занимает огромное количество внимания. Для этого необходим свободный фокус в нашем сознании. И причем при всем при этом есть четкое понимание того, то, что это нужно делать регулярно. Вся проблема как раз таки заключается в том, то, что весь наш жизненный опыт говорит бессознательно нам о том, то, что любая регулярность и системность, которая была в нашей жизни, это плохо и грустно. Так почему мы все-таки не любим эту регулярность? У нас есть четкий пласт памяти, в котором засело одно убеждение, что любое регулярное системное действие вызывало у нас огромное количество сопротивления и нежелания его делать. Если покопаться в памяти и попытаться вспомнить, что мы делали регулярно, то у нас вытекает следующая картина. Просыпаться рано в школу, собираться в детский сад, кушать по расписанию, приходить со школы там либо с учебой, помогать родителям по дому. А если вы там жили в деревне в вашем детстве, то это идти работать со скотиной, управляться на хозяйственном дворе и прочие вещи. Отсюда у нас есть четкий триггер регулярно и постоянно равно плохо. Даже вне зависимости от того, были ли эти действия рационально классными и нужными в нашей жизни. Нас с вами, наших родителей всегда учили ставить себя на последнее место. То есть сначала ты делаешь регулярно и постоянно то, что ты должен и обязан якобы делать, а потом уже ты. Следовательно, все твое якобы условно свободное время ты мог позволить потратить его на себя. Прогулки с друзьями, походы в кинотеатр, если вы там деревенские, поездки в город. И все любые приятные вещи в вашей жизни оставались на потом, когда есть свободное время. То есть никогда. Казалось бы, все вот эти дела, которые мы делали ранее, помогали родителям, ходили в школу и прочие штуки, как бы рационально, но правильные вещи в этом нет ничего плохого. Так воспитывается основной пласт населения и это абсолютно нормально. Но нам нужно понимать то, что мы это делали через силу. То есть мы не хотели, мы гасили этот сигнал и шли делать через не хочу. Идти и делать через не хочу возможно при ресурсе воли. Соответственно, все то, что мы делали когда-либо через силу, ресурс воли наш исчерпался. И будучи взрослыми людьми, то есть мы становимся ментально обезвоженными от ресурсов психики. И соответственно, все попытки с собой договориться, договориться с внутренним ребенком, со своим другим началом, договориться со своей душой терпят фиаско. Потому что за волю и доступ к большому количеству работы и каким-то новым действиям отвечает исключительно иррациональная часть нашей психики. Рациональным умом достучаться до нее невозможно. Это все равно, что кричащего бешеного ребенка, которого там есть вот в магазинах и требуют купить игрушку своей матери. Все попытки успокоить такого ребенка терпят, как я уже говорил, фиаско. То есть, если подытожим, иррациональная часть нашей психики, там внутренний ребенок, душа, то есть называйте как угодно, за 10-20-30 лет очень сильно настрадался от регулярности. И соответственно, мы попытаемся идти через дисциплину, через волю. И там на второй, третий, пятый, десятый день, то есть мы сходим с дистанции. Почему? Потому что этот ресурс конечен. Мне было бы очень интересно вы почитать в комментариях к этому видео, что делали в детстве или уже в более-менее взрослой жизни регулярного вы, то, что вас бесило. В итоге, от непонимания того, как работает наша психика, как устроены ее ресурсы, и как, например, работает та же самая дисциплина и воля, ничего не понимаю. Мы начинаем от этого очень сильно страдать, потому что социум навешал на нас какие-то ярлыки, ты должен добиваться своих результатов, ты должен идти пробивать стены головой и какие-то прочие мотивационные вещи, победить свою смелость и прочая инстаграмная шелуха. Следовательно, как я уже сказал, то, что мы начинаем думать, что с нами что-то не то, и мы бежим, например, к психологу, который начинает пичкать нас колесами, пытаться объяснить нам о том, что вот на твою волю влияли в детстве родители или вот на твою волю повлияли бывшие. Ну и прочую всякую хрень. Но картина даже при походе к терапевту, к психологу, к какому-нибудь ПТУшному, она не меняется. То есть человек как находился в безволевом и бездисциплинном состоянии, так он и находится. Единственное, да, что в плюс пошло, это появилось больше денег у специалиста, там, психолога, терапевта и прочее. То есть все поплакали, все поругали папу с мамой, там, поругали хулиганов в школе, НЛО, там, ну и какие-то прочие вещи, которые якобы мешали нам счастливо жить. Следовательно, мы остаемся в плюс-минус том же состоянии. Никакие мотивационные мотивации нам не помогают, никакие ораторы нас не зажигают. Ты пойди наруби дров, почисть собственный двор, подъезд, блядь, прибери, наклонись лишний раз к земле, сука, блядь, поклонись. Цели не вдохновляют, желания не появляются. Вопрос, что с этим всем делать и как действительно перестроить свою жизнь и как начинать делать что-то новое. То есть итог всех вот этих мыслей в свою сторону, что со мной что-то не так, дают тебе ощущение, что ты кусок говна, который ничего не может изменить в своей жизни. Так и происходит то, что человек живет от мотивации до мотивации. То есть где-то там прочитал какую-то классную статью, увидел прикольную картинку, или подписался на паблик с приорами, где там пацаны когда-нибудь станут королями и прочие вещи. И вот ты такой весь воодушевленный, встаешь, пытаешься что-то поменять. Но, как я уже говорил, да, в этом видео о том, что тебя хватает буквально на 2-3 дня, и твои якобы стальные яйца становятся молочными, и ты их убираешь опять в очередной раз в далекий шкафчик и ждешь следующей волны мотивации. Если ты вот из-за таких сомнений пошел к психологу и считал себя там куском какого-то дерьма, непроработанного или обиженного, поставь класс этому видео и подпишись на мой канал. Я еще буду часто и регулярно говорить о воле, о дисциплине и о том, как все это работает. А если ты не кусок дерьма, поставь дизлайк. Посмотрим, посмотрим, да, кого здесь больше. Понимаешь, что я, блядь, говно, но я говно, которое может творить и вытворять так, что, блядь, аж ухнет все вокруг, блядь. Взрослый человек гораздо быстрее адаптируется как к хорошему, так и к плохому. И поэтому для того, чтобы нам действительно начать менять свою жизнь, нам необходимо принять одну такую простую истину. То, что для новых результатов нам нужны новые действия на регулярной основе. Это аксиома. И наша первичная задача – это не добавлять в жизнь что-то полезное, сложное, то, что требует огромного количества усилий. Первично наша задача – научиться любить регулярность и систему. И для того, чтобы нам полюбить систему, нам нужно выработать некий рефлекс. Вот как в детстве рефлекс, да, там, идти против своей собственной воли, который разлучил нас с любовью к системе и системности. Наша задача – взять на себя ответственность и полюбить ее. А как это сделать? Досмотреть это видео до конца. Каждый из нас знает о том, что действительно важные и нужные вещи нужно делать с утра. То есть, да, этому нас, ну, научили через книжки, через разных коучей, менторов и ораторов. И наша задача с вами – начинать утро не полезно, а приятно. То есть, насытить наше утро радостью. Я называю этот прием «встать пораньше, чтобы подольше нихуя не делать». Встаем пораньше для того, чтобы насытить нашу жизнь приятными для нас штуковинами. Это может быть что угодно. То есть, да, там, встал, посмотрел мультсериал, там, не знаю, аниме, Южный парк, Симпсонов, поиграл в PlayStation, пошел погулял самостоятельно один на один, в уединении попил чай. Очень яркий пример, который уже был в нашей жизни, является частью нашего опыта – это вспомните свое детство. Если в будни вас хер разбудишь, то в воскресенье вы вставали с позорана для того, чтобы бежать и смотреть мультфильмы. И очень сильно разочаровывались, когда вместо каких-нибудь классных диснеевских мультиков мы смотрели какую-нибудь уебищную программу, там, по типу «Игра и гармонии». То есть, не надо пытаться насыщать свое утро какой-то пользой, пробежкой, йогой, тренировками, зеленым смузи и прочей херней. Научитесь первично кайфовать, научитесь вставать ради себя. Есть такая категория людей, которые говорят о том, что «ну вот, мне ничего не нравится». То есть, ну не бывает такого. Сядь вечером. То есть, если тебе ничего не нравится, это очень круто, потому что у тебя целый мир для того, чтобы исследовать. Запланируй себе на неделю разное утро. Поделать одно, второе, третье, четвертое. И тут необходимо понимать то, что если тебе до этого ничего не нравилось, то и найти то, что тебе нравится. То есть, для этого нужно будет потрудиться. То есть, соответственно, состав себе план на первую неделю. Как я буду просыпаться и что я буду делать первым делом. И уже через неделю начнется магия. Что касается денег. Необходимо понимать то, что мы живем в реально материальном мире. Все вот эти штуки там о духовности, там, мне важно духовное богатство и прочие вещи. Об этом говорят те люди, которые деньги зарабатывать не умеют. Максимально неочевидная штука, что касается заработка денег. То есть, чем больше мы впускаем в себя денег, то есть, позволяем тратить себе денежки на какие-то неиррациональные вещи, и удивительным образом у нас появляются какие-то возможности, которые позволяют нам их больше зарабатывать. И в целом, материальный уровень нашей жизни, он коррелирует с тем, насколько вы ощущаете себя живым. А ощущать себя живым нам помогает очень хорошо впечатление. А какой самый доступный источник впечатлений? Все верно, это трата денег. Что делать с деньгами? Берем 20% доступной нам суммы, там, в кошельке, там, на карте, неважно. И даем себе максимально иррациональные вещи, которые делают радостными только нас. Это может быть что угодно. Для кого-то это может быть покупка экзотических фруктов, для кого-то это может быть покупка очередной 10-20 футболки, для кого-то это может быть покупка золотого украшения, нового телефона, новой зарядки, новой расчески, возможно, там, новой машины. Наша задача научиться тратить деньги на иррациональные вещи, которые понятны только нам. Другие могут крутить пальцем у виска, вы будете встречать сопротивление у своей семьи, у друзей и прочие вещи. Но нам нужно понимать, это субъективные штуки, и они делают радостными только нас. Я вот, например, будучи 30-летним мужчиной, то есть я до сих пор занимаюсь тем, что покупаясь вот головастики функа-поп и конструкторы лего, они делают меня живым. Начните пускать в свою жизнь, жизнь, и постарайтесь убрать рабскую руку рационализма с своего горла и научитесь дышать. И третий момент, это необходимо добавить в свою жизнь немножечко саморефлексии. Мы с вами существа капризные, и уж так сложилось, что мы очень часто обесцениваем то, что мы уже имеем. И, следовательно, нам начинает казаться то, что вся жизнь пробегает мимо нас. И уже будучи в зрелом возрасте, да, взрослыми, наша с вами задача, это рациональной частью нашей психики обратить внимание и рациональной части на то, что жизнь вокруг нас есть. Что делать? Все просто. Ставим 2-3 будильника в разрезе святого дня, то есть когда мы бодрствуем. И когда он звенит, 3-5 минут фиксируем момент, то есть в котором мы проживаем и в котором мы находимся. И посмотрите вокруг, понаблюдайте от 3 всего лишь до 5 минут, что кайфового есть в моменте, где вы находитесь и из того, что вас окружает. Не бывает такого, что все плохо. В конце концов, вы всегда можете порадоваться тому, что вы слышите, вы имеете возможность смотреть это видео, у вас руки и ноги на месте. Нормально же, руки и ноги есть, блядь. Трудиться можешь, все нормально, кушаешь, смотришь на этот мир, снимать можешь там, я не знаю, что угодно. А вот что именно фиксировать, в какую сторону смотреть? То есть здесь обратите внимание, как пахнет на улице, что есть красивого. Возможно, прошел какой-то красивый мужчина или красивая женщина, вам понравилась их одежда, проехала красивая машина. Если вы находитесь в этот момент в каком-нибудь торгово-развлекательном центре, попробуйте подюхать запахи, которые идут с фудкорта. То есть это все максимально приятные штуки. Но мы очень часто, как я уже сказал, мы их обесцениваем и не обращаем на них внимания. И вот как раз-таки фиксация момента, в котором мы находимся, позволяет нам почувствовать себя живым и почувствовать частью этого мира. И это очень сильно влияет на радость. Итого, что нам нужно сделать для того, чтобы изменить свою жизнь за 30 дней? Первое. Просыпаемся утром ради приятных и кайфовых и понятных только для нас вещей. Второе. Учимся тратить до 20% от какого-то месячного дохода или доступной суммы в моменте на те вещи, которые также понятны для нас и максимально и рациональны. Это может быть что угодно. От мороженого, золотого, какого-нибудь украшения, если позволяют деньги. И третий момент. Это научиться фиксировать момент, в котором мы находимся. И по истечению 30 дней ваше отношение к регулярности и системности будет меняться. И тем самым, то есть дав себе сигнал о том, что что-то регулярное и системное равно прикольное и кайфовое, даст вам доступ для внедрения каких-то новых привычек. Потому что уже, будучи взрослыми, вы начали понимать и дали себе понимание того, что система и регулярность — это не всегда плохо. Не нужно пытаться избавляться от каких-то неприятных и ненужных вещей. Научитесь давать себе приятные, кайфовые вещи. Научитесь любить себя, а не быть себе надзирателем. В своем инстаграм я очень активно взаимодействую с своими подписчиками и регулярно в сторис и в постах выкладываю разборы их состояний и докручиваю тонкие понимания, что есть на самом деле стресс, как правильно выходить из депрессивного состояния, что делать, когда ты ощущаешь страх и прочие штуки, которые связаны с механизмами работы нашей психики. Под роликом есть ссылка на мой инстаграм. Переходи, подписывайся, задавай вопросы напрямую. На сегодня у нас все. Очень надеюсь на то, что это видео подсветило тебе немножечко неочевидные вещи. Меня зовут Журман Иван, лайфментор. Подписывайся на мой канал и помни, новая жизнь начинается тогда, когда ты понимаешь, что она одна.